Новость в России по итогам мая. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей рухнули на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продали меньше 25 тысяч за месяц, что даже меньше, чем два года назад, когда автосалоны были закрыты из-за ковида. Но обвал рынка это еще цветочки и о ягодках и прочих предвестниках транспортного коллапса в России. И мы поговорим с нашим следующим экспертом Олегом Назаренко, гендиректором Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров. Олег, здравствуйте. Добрый день. Ну и так, Олег, в России до войны было очень много сбора мировых брендов, собирались автомобили многих мировых брендов. Сейчас они практически все ушли, если не ошибаюсь, по-моему, только китайские бренды остались. То есть, как вот в этой ситуации сейчас рынок, автомобильный рынок России будет пытаться вылазить из этой ямы? Ну, не только же за счет собственного автопрома? Ну, я не вижу какой-то возможности вылезти из этой ямы. По простой причине. В мире давно уже налажен такой симбиоз между производителями комплектующих и производителями самих автомобилей. Например, если ЗЭФ делает уже десятилетиями коробки передач, то мировые производители не видят в этом смысла. Мерседес, Фолькфаген и другие покупают у ЗЭФ эти коробки. На сегодня Российская Федерация отрезана от этих мировых производителей. И приходится начинать, будем говорить, как говорится фраза, изобретать велосипед. В силе Робидзона Крузо. Конечно, тоже на необитаемом острове можно выжить, можно научиться доить коз. Но, тем не менее, без мировых производителей. На сегодня уже объявлено, что будут производить на заводе «Москвич», бывшем Рено. Это будут производить и автомобили без ЕСП, без АБС, без подушек безопасности, без автоматической коробки передач и тому подобное. Ну вот сейчас остались еще старые запасы иностранных автомобилей в России. Их там уже сотни, может быть, немного. Они распродаются до осени, грубо говоря. Что дальше делать вот этим всем автосалонам, которые раньше продавали? Там есть даже вот сейчас такая тенденция, что в основном продают в трейд-ин, что называется. Они взамен получают какую-то бэушную машину хозяина. И ее потом примарафечивают, доводят до ума и опять-таки потом продают. То есть, чтобы совсем не остаться уже без ничего. Ну, я думаю, что возвращение к Советскому Союзу идет. Ботинью Соса, как пели Битлз. Потому что я помню Советский Союз. Я сам купил в 1982 или в 2004 году советскую копейку поддержанную. И на иномарках ездил только Высоцкий, футболисты, дипломаты и киноактеры. А остальные все люди ездили на бэушных советских автомобилях и были этому рады. Вот сейчас тоже, в принципе, в условиях санкции никто не запрещает поставлять автомобили, поддержанные из Японии. Поэтому, я думаю, ждет переход России на импорт бэушных автомобилей. То есть, возврат в 80-е и конец 90-х годов, точнее, начало 90-х годов, когда у нас тоже еще не было в Украине официального импорта. И были так называемые гольщики автомобили из Германии. А вот в отличие от других мировых брендов, китайцы не ушли из России, хавал собирают в Тульской области. А означает ли это, что китайский автопром теперь будет лидирующим в России и станет таким элитным? Ну, на данном этапе да. Но мы же прекрасно понимаем, что весь товарооборот китайский практически на 90-м чем-то процентов завязан на США. И мы понимаем, что степ-бай-степ на сегодня США требуют просто прекратить поставки, допустим, от своих союзников. Но если завтра США добьется успехов на первом степе, то США может попросить, в кавычках, мягко попросить своих китайских партнеров, также прекратить поставки, даже теневые, в Российскую Федерацию. Потому что мы понимаем, что санкции, они идут степ-бай-степ, шаг за шагом. А как вы думаете, как россияне отреагируют на такой вот упад рынка транспорта автомобильного? Вызвать ли это у них какую-то реакцию, протесты? Потому что, ну, наверняка многие привыкли уже ездить, ну, по крайней мере, не на «Жигулях» и «Ладах». Ну, мы видим, что и сейчас уже определенные протесты есть, как бы, по крайней мере, внутренние протесты на уровне, по крайней мере, как в советское время, я привожу пример, там, было сначала анекдоты на кухнях и разговоры антисоветские, а потом люди способствовали распаду СССР, и даже когда был ГТЧП и ПУЧ, то люди вышли на улицы. То есть нужен какой-то, как Высоцкий говорил, мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. То есть нужен вождь, нужен и доведение людей до определенной точки кипения. Но, с другой стороны, не следует забывать, что очень много населения Российской Федерации никогда не видела автомобиля, что недовольны на сегодня только средний класс и ниже немножко среднего класса. А когда люди, пересечные россияны, которые автомобиля никогда не видел, для него там, ну, нет автомобиля, значит, и не будет автомобиля. Олег, а вот Вы как раз затронули тему по поводу вот этого вот упрощенного вида там местного автопрома, да, вот те же там «Москвич» там или та же «Лада», например, «АвтоВАЗ» тоже начинает делать какие-то совсем уже там без то, что Вы сказали, без подушек, там, без АБС, без ЕСП, то есть и при этом они еще и сейчас уже там начинают там уже производиться и будут поставляться уже, но цена будет дороже даже, чем вот была до февраля, ну, как бы, да, понятно, инфляция там ударила, но тем не менее факт, то есть машина будет даже в более простой версии и дороже, чем была в более там сложной версии недавно. Но тем не менее, вот это вот движение, оно по сути же тупиковое, то есть это как, упрощать до уровня там какой-то самоходной повозки, что ли, то есть потому что, ну, как бы, проблемы, они будут все равно добавляться еще, то есть же не только проблемы там только в подушке или еще в каких-то нюансах. Абсолютно с Вами согласен. Еще хотел бы акцентировать внимание на одной вещи. Дело в том, что Путин заявил о том, что он напал на Украину для безопасности собственных граждан, для спасения их жизни и тому подобное. Так вот, ЕСП, АБС и другие системы, те же подушки безопасности, это не только удобство, да, это спасение жизни россиян. Вот, например, помните, был пример Норвегии? В 2021 году в Норвегии было там, условно говоря, десятки тысяч ДТП, но только один погибший, российский консул, который врезался в забор бетонный. Потому что жизни, там никто не ездит, на москвичах, на жигулях, и даже когда человек попадает в ДТП, то он остается живым, благодаря вот этим всем ЕСП, АБС и тому подобное, и подушкам безопасности. То есть, я не понимаю логику, как можно говорить, я беспокоюсь о жизни и безопасности россиян, зная, что теперь россияне будут ездить на автомобилях без элементарных систем безопасности, и даже если количество ДТП останется таким же, как и было, допустим, в 2021 году, то количество погибших россиян увеличится в десятки раз при этих ДТП. Ну, о таком транспорте поговорили, да, что ждет, собственно, грузовой транспорт, которым тоже там Россия, КАМАЗ, например, это их особая гордость, да, там же тоже какие-то комплектующие, я, кстати, может ошибаюсь, но КАМАЗ и для армии делает грузовики тоже, то есть это тоже вопрос даже уже стратегический для России. Ну, понимаете, как всегда, снова привожу на логику Советским Союзом, очень многое воровали, очень многое завозили, и сейчас Россия же тоже объявила о так называемом альтернативном импорте, теневом импорте. То есть, какое-то количество, допустим, для армии, может, они будут завозить, но для массового, вы помните, тоже в Советском Союзе для армии выпускали, и достаточно было автомобилей, потому что я сам в прошлом военный, начинал лейтенантом в 84-м, но для обычного потребителя, как в Советском Союзе, так и сейчас в Российской Федерации не будет ничего. А как вы думаете, как вот это повлияет на экономическую ситуацию в стране? То есть это ударит по бюджету России? Все-таки и салонов было много, и люди покупали, и... Рабочих мест было много. Рабочие места, насколько это сильно ударит по бюджету? Это уже ударяет, мы видим, потому что... На сегодня мы видим и такие не особо радостные сообщения выступления и главы их банка, Центробанка, или как там правильно называется, и Министерство экономического развития, которые предрекают, что даже то, что курс рубля держится на низком уровне по отношению к мировым валютам. Это доказывает, что у людей просто нет денег, и они не могут покупать. То есть по экономике это все бьет. Я не великий экономист, не могу там рассуждать, но мы видим, что с каждым шагом, с каждым днем ситуация ухудшается. А как бы вы характеризировали общую ситуацию с транспортом России? Например, немецкие «Сименс» не поставят 9 из 13 обещанных скоростных поездов в САПСАН и не будут их обслуживать. Говорит ли это о том, что будет деградация, например, в России и железнодорожного транспорта, и авиатранспорта? То есть вся транспортная система будет деградировать? Ну, то, что я снова сказал, возвращаемся в Российской Федерации, идет возвращение к Советскому Союзу. Я даже как-то пошутил в Фейсбуке и сказал, что следующая модель после «Лады Гранта» будет «Ладо Деграданта». То есть идет действительно деградация. И в данном случае это закономерный процесс ситуации Робинзона-Круза на острове. Можно научиться и коздоить, и ездить на бужевом транспорте, и считать, что это нормальная жизнь. Но мир развивается, мир живет в симбиозе. И можно так жить, но не нужно так жить. А чего ждать украинскому? Давайте вернемся теперь от России к Украине. Чего ждать украинскому автолюбителю, украинским водителям, украинским покупателям машин? Как-то рынок наш модернизируется, изменится что-то? Подорожают машины, не подорожают? Ну, это зависит от развития дальше ситуации. Потому что, естественно, я не хочу, знаете, заниматься шапкозакидательством и говорить, что у нас все прекрасно. Потому что, действительно, в первые дни войны практически все украинские автоимпортеры передали свои автомобили, даже не растаможенные фронту. В целом участники нашей ассоциации передали больше 3800 автомобилей украинской армии. Но, причем, часть из этих автомобилей была уже проплачена украинскими покупателями. Поэтому финансовую нагрузку дилерам, сейчас импортерам, тянуть тяжело дополнительно. Поэтому очень мало сейчас автомобилей импортируется в Украину. Мы это тоже понимаем. Кроме того, в мире и дальше продолжается дефицит микрочипов. Естественно, заводы хотят поставлять автомобили на рынки, где их точно купят, а не, к сожалению, в Украину. Но я верю в лучшие, я верю в наши вооруженные силы Украины, которые добьются определенных изменений на фронте. И когда ситуация перейдет к миру, то, естественно, весь мир будет помогать Украине и будет поставлять автомобили, так что украинцы смогут купить самые современные автомобили. Олег, и вот, кстати, да, лучик солнца. Недавнее сообщение о том, что Шкода возобновила сборку своих автомобилей на фабрике в Закарпатье. То есть это говорит действительно о том, что немножко есть в сторону улучшения сдвига. Конечно, я давно об этом говорил. Когда говорили, вот, там, Шкода прекратила производство автомобилей, я говорил, что... Дело в том, что владелец Еврокара, мой близкий друг, еще там с далеких-далеких времен, уже очень далеких, еще с юности, я говорил, что Шкода не выпускает автомобили по одной простой причине. Владелец завода в первые 24 февраля превратил всю территорию завода в паб и притулок для беженцев. То есть жили беженцы и в администрации, в здании администрации, и в цехах, и гуманитарную помощь туда поставляли. А сейчас, когда ситуация улучшилась, часть беженцев уехала то ли в Европу, то ли вернулась обратно по Украине, то завод начал снова работать и производить автомобили. Спасибо, Олег, вам большое. С нами был Олег Назаренко, гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров. Мы общались про автомобильную ситуацию в России.